Всем привет! Меня попросили перевести с английского мою же ветку сообщений, вот эту с таким вот названием, из англоязычного форума аудиофилов-самодельщиков, в котором я рассматриваю наиболее интересную схемотехнику двух предусилителей для магнитного и для магнитных звукоснимателей под названием X-Eltra и LP-797 в сравнении с моим СУ-21 век. Вот это сообщение, ну тут много уже сообщений и много картинок, вот, где-то я сильно ругаю авторов, где-то авторы со мной согласны и не согласны, вот, ну я даже сделал маленький демонстрационный ролик, вот он, специально в виде ответа, в котором про микрокапал схему Эндрю Рассела, X-Eltra. Ну, ребята не совсем понимают, что спорить против микрокапа, ну, так же бессмысленно, как против закона Ома, там, Киргофа и так далее. Значит, вот, собственно, это видео, оно есть на ютюбике у меня. В нем я рассказал, почему те параметры, которые авторы указывают для MC-предусилителей, для предусилителей для MC-головок, то есть головок звукоснимателя с подвижными катушками. На очень популярных в последние несколько лет паре ZX-851, ZX-951, они завышают параметры по шумам. Я показал, что на самом деле с шумами там не все хорошо, не так хорошо, вернее, как они утверждают. И в основном это из-за того, что они учитывают входное сопротивление вот такой вот парочки, которая на самом деле очень низкая и приводит к тому, что входная цепь вот эта вот от входа до эмиттеров транзисторов имеет вот такой вот вид. То есть с увеличением сопротивления R-source, сопротивления источника, коэффициент передачи входной цепи еще до усилителя резко падает. Чтобы было понятно, о чем идет речь, вот исходная статья Эндрю Рассела, его схема MC-предусилителя, она опубликована в февральском номере журнала Audio Express за 2021 год. Вот эта статейка. Я с любезного разрешения Эндрю Рассела использовал его схему. И даже не просто использовал его схему, но предупредил, что я буду ее критиковать, он согласился. Вот я ее, вот эта схемка, видите, вот она, вот эта вот основная часть этого его предусилителя. На такой вот паре Q2, Q1, ZTX851, ZTX951. Я ее набрал в микрокапе и, как положено, промикрокапал. Результат, как раз вот я доложу вам в этом моем видеоролике. Я сразу решил сделать не перевод вот этих вот сообщений с английского, ну, своих же сообщений с английского, а просто решил, что зачем я буду самого себя переводить с английского на русский, если я могу сделать новое видео просто со своими комментариями. Ну, к тому же, там и в том ролике, который я делал для американцев и англичан, там и субтитры тоже были на английском. Ну, вот я сделаю новый ролик сейчас, с более подробными объяснениями и комментариями. Субтитры сделал DimaTorzok